МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Большая Азия в студии Марина Кравченко. Прямо сейчас я расскажу вам о самых интересных событиях из жизни российских соотечественников, проживающих за рубежом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские соотечественники из разных стран мира отметили День защиты детей. Представительство Россотрудничества в Бейруте организовало виртуальную детскую выставку под названием «Арт-карантин. Дети Ливана». В проекте могли поучаствовать как дети, так и их родители. Ранее взрослые мастерили поделки своими руками, а после передали эстафету своим чадам. Из присланных работ организаторы создали виртуальную презентацию и транслировали ее в социальных сетях. Об условиях приема заявок на участие рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу «Большая Азия» куратор проекта Татьяна Миспериан. Мы связались с ней по телефону. Принимались работы, выполненные в любой технике и с использованием любых материалов. Обязательным условием – это было описание работы, информация об авторе, название произведения, а также фотографии работ в хорошем качестве. Основная цель проекта – это было укрепление дружеских отношений всеми через создание общих интересов родителей и детей. Представители молодежного крыла Координационного совета организации российских соотечественников в Ливане стали инициаторами показа мультфильма о правах ребенка. Причем перевели его на арабский язык и самостоятельно озвучили. Еще один проект Ливана – праздничный флешмоб под названием «Улыбка Ливан». Наши юные соотечественники и коренные жители страны дарили свои улыбки пользователям социальной сети Facebook. Координационный совет организации российских соотечественников Катара провел онлайн-встречу с детьми и подростками. Ребята поучаствовали в викторине на тему дружбы и виртуально посетили мастер-класс с названием «Голубь мира». Также в ходе праздничного мероприятия организаторы подвели итоги конкурса рисунков «Дети, дружба, мир». Свои работы прислали более 50 юных российских соотечественников из Катара, России, Иордании и Палестины. Самые талантливые произведения станут основой выставки, которая откроется на территории посольства России в этой азиатской стране по окончании карантина. Заместитель председателя Координационного совета Катара Катерина Кременская рассказала нашему проекту о том, какие впечатления остались у ребят после праздника. Очень понравился конкурс, дети очень довольны, особенно те, которые заняли призовые места. Для них большое значение имеет вот именно благодарность от посольства, от ксорса, потому что детки у нас активные. Уже многие знают, что нужно в течение года активно принимать участие в мероприятиях. Мы за год проводим достаточно много. Ну и вот потом самые активные награждаются этими благодарностями. Я знаю, что и дети, и родители очень крепостно к ним относятся. Мы рассказали вам самое важное. Еще больше новостей вы сможете найти на сайте bigasia.ru. Мы будем держать вас в курсе событий жизни российских соотечественников, проживающих во всем мире. В студии была Марина Кравченко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова